Бекон варёно-копчёный. Настоящий. Никакого жидкого дыма. Тоже его любите? Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Снимая на днях ролик про французскую курицу с 40 зубчиками чеснока, я для гарнира в том числе использовал варёно-копчёный бекон. И привычно упомянул, что подробности его приготовления вы можете смотреть в соответствующих выпусках на канале. А когда сел за монтаж, то с удивлением обнаружил, что ролик про варёно-копчёный бекон именно с сухой засолки я и не снимал. Видимо, из-за большой загруженности, ну а может быть уже склероз поступает, у меня в голове перепутались съёмки ролика со съёмками фотосессии про готовку. Вот такой конфуз получился. Надо исправляться. Пройдём на рабочее место. Варёно-копчёный бекон наше семейство нежно любит и готово употреблять его в промышленных масштабах. А вот магазин качественным продуктом совсем не радует. Если в холодном виде, ну более-менее приличный бекон ещё можно есть, ну там туда-сюда, то вот стоит его бросить на сковородку, то тут же по кухне плывёт такой характерный кисловатый запах жидкого дыма. Поэтому я готовлю его сам. За последние полгода, перепробовав сотню разных вариантов, наверное, сухая мокрая засолка, разный способ тепловой обработки, короче, я остановился вот на этом варианте, потому что он при минимальнейших трудозатратах даёт великолепнейший результат. Итак, вот приобретённое в магазине панчетто. Пашина по-русски. Я выбираю куски, имеющие множество мясных прослоек. Кроме того, для получения гарантированно великолепного результата обязательно понадобится термометр. Не спрашивайте меня, сколько по времени нужно будет отваривать этот бекон, если у вас нет термометра. Всё зависит от десятка параметров, от температуры в помещении, от размеров вашей кастрюли, от мощности вашей плиты. Короче, хотите получить действительно идеальный бекон? Закажите себе эту штуку с Ебэя или с Амазона или с Алиэкспресса и не морочите себе голову в будущем. Давайте уже приступать. Для начала я споласкиваю панчетто под водой, чтобы смыть с поверхности всякий сорт. Крошки костей, кусочки деревянной колоды и тому подобное. А теперь кусок надо обсушить. Для этого я воспользуюсь бумажным полотенцем. Листняя влага тут совсем не нужна. А теперь взвешивание и засолка. Кусок у меня весит... весит... ну, 2700 граммов, ну, чуть больше. Бекон я засаливаю за расчет от 20 граммов соли на килограмм продукта. Причем из этих 20 граммов, 10 граммов приходится на морскую соль и 10 граммов на нитритную. Нитритная у меня это смесь поваренной соли с нитратом натрия. Процентное содержание нитрата натрия 0,4-0,5%. Таким образом, в готовом продукте у меня получается содержание нитрита натрия не выше 0,005%. Как и полагается по большинству российских, да и советских гостов. Начну засолку. Я уже говорил раньше, но на канал постоянно приходят новые зрители, поэтому повторюсь. Нитрит натрия при приготовлении беконов, ветчин, колбас применяется сразу по трем причинам. Во-первых, реагируя с гемоглобином и гемоглобином в куски, он позволяет сохранить красивый розовый цвет продукта. Без нитрита натрия при тепловой обработке мясо становится серого цвета. Во-вторых, нитрит натрия придает изделию характерный вкус ветчинности. И в-третьих, самое важное. Нитрит натрия угнетает развитие палочки клостридиум ботулину. Я думаю, что никто не хочет получить отравление ботулотоксином. Ботулизм – штука вообще-то смертельная. Итак, на сегодня я все закончил. Сейчас уберу все это в холодильник. Для такой толщины кусков на хорошую такую просолку нужно 2-3 дня. Впрочем, ничего страшного не произойдет, если эти куски пролежат у вас в холодильнике даже неделю. И это очень удобно. В течение всего времени засаливания я раз, иногда два раза в день, утром и вечером, достаю этот кусок, слегка его массирую, переворачиваю для того, чтобы соль более равномерно проходила в ткани этого куска. Бекон, кстати, даст некоторое количество сока. Несколько довольно важных, на мой взгляд, замечаний. Я для посолки использую крупную морскую соль. Почему? Потому что в наших краях ее можно купить в магазине без антислюжующих добавок. А каменная соль, которая здесь встречается в супермаркетах, эти добавки, как правило, имеет. Очень многие люди способны различить вкус вот этих самых добавок. И он, как правило, не очень приятный. Второе замечание – это обращение к тем, кто пугается страшного нитрита натрия. Зеленый салат, петрушка, прочая зелень содержат этих самых страшных нитратов в сотню раз больше, чем я добавляю в бекон согласно гостовским нормам. Буквально на днях готовил я свиной рулет на ужин. И в качестве начинки в числе прочих продуктов использовал зелень петрушки, свежую зелень петрушки. После притавления, когда я запек этот рулет и разрезал, то на кромке мяса, которое соприкасалось с этой самой петрушкой, был слой миллиметров 5, наверное, ярко-алого цвета. То есть вот эти самые нитраты прореагировали с меглобином и меглобином в мясе и сохранили этот самый цвет. Вот вам результат. А бекон у нас будет всего лишь бледно-розовым. Так что не морочите себе голову и будьте здоровы. Привет! В такую рань поднялся. Итак, прошло 3 дня. Бекон за это время хорошенько просолился. Сейчас я его ополосну, чтобы смыть выступивший сок. И дам ему хорошенько отлежаться, отвисеться, подсохнуть при комнатной температуре. Смывать мясной сок нужно старательно, потому что он задержит достаточно много соли. И если он останется на поверхности мяса, то высохнув, создаст слишком сильный дисбаланс между излишней соленостью поверхности куска и нормальной соленостью внутри куска. Отлежаться он будет и подсыхать для того, чтобы нагрелся до комнатной температуры. И для того, чтобы нитрит натрия полностью успел прореагировать с миоглобином, гемоглобином в этих кусках. Если начать тепловую проводку бекона прямо сейчас, то розовый цвет будет совсем бледный. А вот когда он отвисится хорошенько, 7-8 часов, нитрит натрия полностью прореагирует внутри куска. Вот тогда цвет этого куска будет очень красивый. Чтобы удобно было подвешивать, я через каждый кусок пропускаю вот такую вот веревку и за нее и подвешиваю. Если дело происходит летом, то убираю его в дегидратор для защиты от мух. Ну а сейчас можно просто вывесить на балкончике. Это у меня на балкончике. У нас-то плюс 16. Сейчас у нас 7 утра, начало 8-го, так что встретимся в начале 4-го. Прошло 7 часов. Даже уже почти 8. Бекон я готовлю варенокопченый. Чтобы при тепловой обработке, сейчас я его буду варить, сохранить внутри этого куска максимум вкусов, эти куски надо тщательно замотать в пищевую пленку. Если его плюхнуть в кастрюлю без пленки, все выварится в бульон. А если убрать его в духовку без пленки, то поверхность мяса пересохнет. Обратите внимание, как поверхность мяса сейчас блестит, как будто лаком покрытая. Она сухая. А вот так будет нормально. Все защищено. В кастрюлю на дно тарелку, чтобы бекон горячего дна не касался. Затем бекон, а затем воду. Очень важно нагревать воду медленно. Дело в том, что бекон будет готов тогда, когда достигнет температура 68 градусов. Но нагреваем-то мы его водой снаружи, и к тому времени, когда температура внутри куска будет 68 градусов, снаружи она может уже быть гораздо выше. И следите, чтобы по крайней мере в течение первых полутора, ну, двух часов температура воды не поднималась выше 65-68 градусов. А для этого удобно пользоваться термометром беспроводным. Так что выставлю я на нем температуру целевую 65 градусов и пойду с ним на ремне заниматься делами. А как только температура поднимется, он мне и припищит. По опыту варки бекона вот такой толщины, 4 сантиметра, это у меня займет около 3 часов. Если я готовлю бекон более толстый, удалось мне купить, допустим, 5-6 сантиметров толщиной, то это, может быть, и 5 часов пройдет. Есть более такой простой, скажем, способ, но, правда, более длительный. Можно бекон убрать в духовку, тоже в пленке, выставить на ней температуру 65-70 градусов и не париться по скачкам температуры. Дело в том, что когда электрическая духовка будет нагревать воздух внутри примерно до 75, ну, может быть, до 80 градусов, затем отключаться, остывать до 60, затем опять включаться. Диапазон вот этих включений-выключений зависит от конкретной модели духовки. Ваша духовка может быть при выставленной на ней 65, ну, скажем, 70 градусов температуры, может быть, будет выключать нагрев, когда она дойдет до 75, может быть, даже до 80 градусов, а включать, когда она внутри остынет, скажем, до 60. Но переживать по поводу вот этих скачков в случае с духовкой можно значительно меньше или вообще не париться. Дело в том, что воздух, в отличие от воды, обладает очень небольшой теплопроводностью, поэтому скачки температуры в духовке на вашем беконе скажутся значительно меньше, чем такие же скачки в кастрюле с водой. То есть в духовке следить за беконом можно значительно меньше. Так что, возможно, вариант с духовкой для вас окажется более удобным. Сразу же переложу бекон в чашку с холодной водой, чтобы поверхность устудить. Сейчас он здесь полежит минут 15-20, и можно будет продолжить. Пока бекон остывает, давайте посчитаем, сколько к этому моменту я потратил времени на его приготовление, своего личного времени. Считайте, 5 минут на засолку, плюс дважды в день я переворачивал его, массировал, то есть за 3 дня это еще плюс 6 минут получилось, да, то есть 11 минут. Ну и сейчас на контроль температуры и заматывание еще 4 минуты, то есть в общей сложности 15 минут. Ладно, пусть может быть 20. Ладно, будем считать, что поверхность остыла. Снимаю пленку. Перед тем, как отправлять бекон коптиться, его надо высушить. В коптильню вообще нельзя отправлять влажные продукты. В этой влаге, которая покрывает сейчас весь этот кусок, если прямо в таком виде бекон убрать в коптильню, очень хорошо будут растворяться всякие вредные смолистые вещества. К тому же повышенная влажность внутри коптильни приведет к тому, что, скорее всего, на кусках, на продуктах появятся очень некрасивые потеки. Поэтому я никогда не тороплюсь. Подвешу бекончик на кухне на ночь, пусть подсохнет, а завтра с утра определю его в коптильню. Доброе утро! У нас тут случилось похолодание. Да плюс 8 температура опустилась. До этого плюс 16, плюс 18 было. Значит так. Так как у нас холодно, то коптить я буду в однокамерной конструкции. Был бы, конечно, как раньше тепло, то городил бы двухкамерную, как вот в этом ролике. Раскочегарю домогенератор. Все подробности про этот генератор и про то, по каким рецептам я копчу, смотрите вот в этом ролике. И прежде чем подскакивать с воплями, не так все это надо делать, послушайте внимательно мои ответы в нем. Возможно, после этого и не понадобится ничего возражать. Чем черт не шутит? Так, решетку. На нее бекон. Видите, домогенератор я в одну сторону определил, а бекон в другую, чуть подальше. Не надо, чтобы теплый дым непосредственно на бекон шел. Так, снизу все открыто, сверху тоже. Часов через 6-8 бекон будет готов. Как я уже говорил в ролике, на который ссылался минуту назад, коптить таким образом, ну, при помощи такого домогенератора, может даже на балконе, дым от него не больше, чем от сигареты. Ну что, ждем. Погода на нашей горе меняется чрезвычайно быстро. И вчера к вечеру, когда пришла пора доставать бекон из коптильни, она испортилась настолько, набежали тучи, что я не смог вам показать, какого вида было это мясо, когда я его доставал. Поверьте на слово, оно было достаточно бледное. Бекон становится вкуснее, если его после копчения, да и любой продукт после копчения становится вкуснее, если его после копчения выдержать сутки, двое, трое запечаток. В нем происходит выравнивание всех вкусов ароматов по всему объему куска, так называемая эквализация. И вместе с тем, оно стало еще более красное. Я сейчас про мясо. Ну, мне уже не терпится попробовать, давайте разрезать. Кстати, и запах тоже его меняется в лучшую сторону. Сразу после коптильни, он достаточно резкий такой. Но отписевшись, вот эту вот ночь, запах стал более мягким. Я бы сказал, более нежным. Интересно. Вы посмотрите на это. Какая красота, а! Просто сказка. Великолепный цвет. Я, кстати, снимаю здесь, а не в доме, потому что сегодня мы ждем гостей, и там дым коромысло. Мне некогда просто ставить свет, застанавливать, потому что идут уборки и прочее. Давайте уже попробуем. Потрясающий вкус. Очень тонкий, очень мягкий. Аромат дыма очень легкий. Домашнее копчение обычно страдает, сколько я не пробовал у друзей, у знакомых, страдает тем, что его перебарщивают с дымом. И отличие от хороших продуктов промышленного копчения, он пахнет слишком сильно. Здесь это самый лучший образец копченого бекона, который я когда-либо пробовал. И, кстати, все окружающие у меня друзья-товарищи, которые пробовали, тоже говорили, это очень хорошо. Великолепно. Вы видите, сочное, вкусное, ароматное. И если на нем что-то жарит, то никаких вот этих кислых привкусов жидкого дыма не бывает. Жидкий дым – это неплохо, если он правильный, он хороший. Но практически всегда при его изготовлении нарушаются технологии. И поэтому в этом водяном растворе, в котором содержатся как раз-таки легкие частицы, присутствует и то, что там не должно присутствовать из-за плохой очистки. И поэтому это получается плохой продукт. Хотя задумка неплохая. Просто великолепно. Извините. Нежнейший. Да, многие из вас уже прикалываются. У меня все блюда нежнейшие. Но это действительно, это очень нежный, очень мягкий вкус. Это очень хорошо. Дымогенератор дает небольшое количество дыма. И поэтому очень легко получить именно тот продукт, который нужен. Очень легко отследить тот момент, когда уже стоит прекратить копчение и доставать его с тем, чтобы не перебрать с дымом. И всего на этот продукт я потратил своего личного времени за всю эту неделю. 20, я сила 25 минут. Так что берите на вооружение этот способ. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Не забудьте подписаться. Новые зрители. А то ведь пропустите новые видео. А выходят они дважды в неделю. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!